Здравствуйте, мои хорошие! Сморкание кажется довольно безопасным занятием. В конце концов, для чего-то же придумали салфетки и платки. Но в зависимости от того, как интенсивно вы это делаете, очищение носа может оказаться не такой уж безобидной привычкой. У вас может возникнуть желание прочистить нос по разным причинам – избыток слизи из-за простуды, аллергии или долгий плач. Какой бы ни была причина вашего дискомфорта, вам хочется поскорее избавиться от него и выдуть нос. Но чем опасна эта привычка? Переломы костей. Наше лицо состоит из множества крошечных костей. Например, кости вокруг глазной впадины и носовых пазух очень тонкие. Так как сильная заложенность носа оказывает большое давление на эту область, изящный каркас, который удерживает все это, может не выдержать напряжение. Хотя это случается довольно редко, долгое и многократное сморкание может привести к стрессовому перелому, так же, как могут поломаться ребра при долгом и частом кашле. Гайморит или ушная инфекция. Ученые выяснили, что динамика жидкости во время сморкания носа устроена таким образом, что слизь выталкивается из полости носа в пазухе. Пока нельзя точно сказать, насколько это вредно, но если у вас есть инфекции верхних дыхательных путей, бактерии или вирусы в слизи могут привести к гаймориту. Кроме того, агрессивное сморкание может переместить бактерии во внутреннее ухо, что приведет к ушной инфекции. Разрыв барабанной перепонки. Несмотря на расхожее мнение, ваша барабанная перепонка вряд ли лопнет, если вы будете сильно выдувать нос. Ощущения, которые вы при этом испытываете в ухе, связаны с вибрациями из-за перепадов давления. Однако, если вы раньше получили разрыв барабанной перепонки, не стоит сморкаться, пока вы не восстановитесь. Кровотечение из носа. В носу присутствуют сотни крошечных кровеносных сосудов, и слишком тщательное или частое сморкание может закончиться разрывом одного из них, особенно если вы находитесь в сухой среде или ваш нос очень чувствителен к холоду. Носовое кровотечение редко бывает опасным, кроме тех случаев, когда существует какая-то сопутствующая проблема. Например, вы принимаете препараты, разжижающие кровь. В остальном кровотечение быстро проходит, хотя и причиняет дискомфорт. Самые тяжелые случаи. В очень редких случаях выдувание носа может закончиться какими-то необычными последствиями. Иногда люди оказываются в скорой из-за сильной головной боли после очень сильного очищения носа, когда воздух попадает в пространство между черепом и мозгом. Зарегистрирован случай, когда во время сморкания воздух попадал между двумя долями легких, а также известен эпизод с разрывом пищевода. Как правильно сморкаться? Хотя у нас невольно возникает желание высморкаться, такие действия не облегчат симптомы. Когда у вас заложен нос, это вызвано не только скапливанием слизи, но и отеком и воспалением носовых дыхательных путей. С другой стороны, невозможно полностью отказаться от сморкания. Лучше всего делать это слегка, перекрывая поочередно одну из ноздрей. Это удалит слизь, которая уже готова выйти. Постарайтесь не ковырять нос, чтобы очистить его, так как это усугубит проблему и усилит воспаление. Подышите паром, чтобы снять заложенность носа, хотя эта мера, наряду со сморканием, не сможет полностью решить проблему. Используйте противоотечные препараты и безрецептурные спреи для носа, чтобы открыть дыхательные пути. В большинстве случаев для этой цели подойдет физиологический или солевой раствор. Помогайте вашему организму бороться с инфекцией, потребляя больше жидкости, соблюдая сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, и выделяя больше времени на отдых. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!